Чаще всего вместе с просьбой рассказать об резком гетто обязательно идет уточнение, только что-нибудь не очень страшное. И тогда приходится молчать, потому что нет таких моментов, которые можно было бы назвать обычными или просто жизненными в той бесчеловечной жестокости, которая творилась в застенках мест принудительного заключения. Неумолимы даже сухие, на первый взгляд, цифры статистики. Из более чем 18 тысяч заключенных в живых осталось 19 человек. И об этом нужно не только помнить, но и говорить, чтобы не забылись и не повторились такие исторические страницы. Нам интересна стала тема Брестского гетто еще, наверное, в сентябре, когда мы составляли план работы колледжа на этот год. И мы поняли, что наши дети не знают о гетто, о нацизме. И мы провели очень большую работу по изучению. Наши дети, наверное, мало знают не просто о гетто, не просто о холокосте, а мало знают о том, что проходило у нас в Бресте. И мы решили поднять этот вопрос и вот подготовили такое мероприятие. Учащиеся колледжи не просто исполнители ролей в постановке. Вместе с руководителями они проделали большую работу по поиску необходимой информации. Много времени провели в библиотеках и архивах, пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны. Мы вместе вели эту работу. Дети были и в библиотеках, и в архивах. И общались с Брестской еврейской общиной. И посещали экскурсии на Бронной горе. И помогали мне писать сценарии. Театральная студия «Листы» в частности, они, наверное, репетировали это все месяца три. То есть работа провелась именно учащимися очень в большом масштабе. Об удачной постановке, как правило, говорят, она нашла отклик в сердцах людей. Так смело можно утверждать и о театральном реквиме «Пока живем, помним». И переоценить важность такого восприятия сложно. Только сознательность и историческая память может помочь не повторить ошибок прошлого, не дать им стать настоящим.